Воскресенье Важно бы рассказать о русских пенсионерах, здесь, в Чехии и Словакии, 19 века, может быть более ранее период, а также, конечно, о русской гражданской революции, гражданской войны в России. Для нас можно сказать, что воскресение православия в Чехии и Словакии – труд русских миссионеров. До первой мировой войны в Праге был один православный храм, который открыли русские, где служил батюшка как дипломат царского государства. И потому что не разрешался приход, но он служил для Чехов. Последний миссионер большой, далеко Решков, который пострадал за свою веру, но который очень много дал православным чехам. В начале XX века было в Праге 3000 чехов православных, которые он крестил, прежде всего среди старокатоликов. Это были мои предки, он их крестил и принял православие. И те чехи, которые хотели достичь веры в своих отцов, они принимали православие через русского миссионера. И после революции, после первой мировой войны, пришло много очень хороших, достойных священнослужителей в Праге. Было много беженцев. Как бы уже вспомнил храм святой Николая в Праге, на Ставнинской площади. Он был такой уют для беженцев после революции с Россией. Служил там владыка Сергей, служил там отец Михаил Васнецов, сын ведущего художника русского. Служил там отец Игнатий. Служил там отец Михаил Васнецов. И просто их окружали прежде всего беженцы русские, но и православные Чехи. Первый министр-премиер Чех, Карол Крамащ, как бы беженил на русском. Он тоже очень много помогал в православной церкви. Создал храм, успеянский, кладбищеянский, который до сих пор говорил о вещах прихода, в том, где уже невозможно, как бы, входить во время богослужения под таком битком народа, полным, что службы. Они служатся на улице, около храма, потому что такое количество верующих никогда не было. Но, прежде всего, я уже сказал Владимир Сергий, который очень много, как добрый пастырь, его служение был примером православного поведения. Его, как бы, церковная ориентация на Владиковой Блогии, на Париж православную, она помогала всем, которые через Прагу потом двинулись в сторону Франции. Но все здесь осталось, как бы, какая-то святость русская, которая здесь живет до сих пор. Прежде всего, там, где есть храм, где есть батюшка, где священнослужитель, там собирается народ, который продолжает то, что верующий народ получил от своих духовных отцов. Я очень благодарен лично всем, которые окружали храм Успенский на Оршане, так у нас говорят. Потому что, как я сказал, это святость православная, русская святость там всегда. Хотя там было пару людей, 20-30 людей, приходилось за богослужение. Но они сияли верою православную, поведением православным. Они являлись примером для всех, которые там ходили на молитву. Я надеюсь, что это будет продолжаться и в будущем. Надеюсь, что свет православия всегда будет сиять на нашу ческую землю. Оршанки. Продолжение следует...